Узнаешь этот телефон? Да, это iPhone 5 от Apple, вышедший в 2012 году. Но знаешь ли ты историю Apple? Более 35 лет назад два друга Стив и Стив создали компанию Apple Computer для продажи компьютеров на потребительском рынке. Apple 1 родился в гараже и стоил по 250 долларов за штуку. Первая попытка Apple тут же попала в цель. Apple 2 с релиза в 1977 году был продан в количестве 2 миллионов штук. Бешеный успех молодой компании становится хорошей причиной для беспокойства IBM, лидера рынка в те времена. Дуэт пытается выделиться на фоне других, представляя простой и понятный логотип, пытаясь немножко раскрасить серые компьютеры. И это работает. В 80-е начинаются отлично, Apple выходит на биржу, продав 4 миллиона акций и ловит волну успеха. Это приводит к ошибкам, таким как Apple Лиза, правда компания становится самой молодой в рейтинге Fortune 500. В 84-м выходит знаменитая реклама, впервые продемонстрированная на суперкубке по американскому футболу. Apple анонсирует новый мир с рождением компьютера Macintosh еще до выхода системы Mac+. Оба создателя Apple, Стив Возник и Стив Джобс, покидают компанию. Джобс был вынужден сделать это из-за своего сильного характера. За управление компанией отвечает бывший босс Пепси, ставший одним из идеологов ухода Джобса из компании. Он фокусирует Apple на массовом рынке разработки графических интерфейсов, а также лицензирование операционной системы сторонними производителями. Apple создает первый лэптоп, но он весит 7 килограмм. Недостаток быстро устраняется, через 2 года выходит PowerBook, который весит уже 2,5 кило. И инновации продолжались. Вопрос, я помещаюсь в руки, я мобилен, тактилен, кто я? Ньютон. Но в середине 90-х рынок не был готов к такому устройству. В 1994-м начинается эра PowerMax с процессорами PowerPC, однако впоследствии компания сделает выбор в пользу Intel. В 1998-м Стив Джобс всего через несколько месяцев после возвращения в Apple анонсирует iMac. Рождение порта USB – первый компьютер для эры интернета. Конец 90-х – это серьезное возрождение Apple в мире персональных компьютеров. Осенью 2001-го компания совершает еще одну революцию, представляя плеер iPod, навсегда меняя то, как мы слушаем музыку. В 2003-м сервис iTunes становится универсальным для платформ PC и Mac. iPod в разных исполнениях продано около 300 миллионов штук за более чем 10-летнюю историю. Но основная революция Стива Джобса случилась в 2007-м с приходом iPhone. Смартфон с сенсорным экраном, доступом в интернет и многими другими функциями. За 4 года было куплено 100 миллионов штук iPhone. С этого момента из названия компании пропадает слово «компьютер». Она больше не фокусируется только на iMac и MacBook, представляя iPad. Сейчас Apple критикуют за слишком капиталистский подход, за идеологию закрытых сервисов. И все же, за 35 лет Apple стала одной из лучших, одним из самых известных брендов в мире. Перевел и озвучил Вилсаком. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok